Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 811. События дня. Псалом 33.19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. За 4 марта 2018 года это воскресенье было. Притча 22 глава 10 стих. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. И главное прогони. Об этом мы молимся, чтобы кощунника прогнал Господь. А в судный день не вменил ему. А не так, что они безумствуют и все как должно быть. А теперь вот еще как. Господь так делает, чтобы все против них воевали. Иисус Новин 11.20. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войною встречали Израили. Для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования. Но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вот нападают на нас. Ну, там с матерками это ужас какой-то. Ну, речь идет не о двух людях, а больше четырех тысяч только выявлено. Ну, почему? А чтобы было, за что истреблять их. Валерий, другого ответа я от вас и не ожидал. Единственный ваш ответ меня удивил о том, что крещение является неотъемлемой частью для спасения. По поводу упущенного шанса вы не правы. То есть он к нам пришел сюда, там речь зашел о бороде и прочее. Я ему говорю, нет, я говорю, шанс дан был, ты уже пробрудил всю жизнь где-то, а теперь что спрашивать уже, под 60 лет, наверное. В свое время я был в заблуждении в аптистской церкви. Но когда встретил братьев из церкви Христа, Церковь Христа это особая секта, ересь такая. Я осознал свою неправоту, сразу крестился во Христа. Во Христа, то есть не во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть еще глубже прошел. И все это считают за правду. До сих пор я не вижу никаких заблуждений. Как только увижу, сразу изменюсь. Да как ты увидишь, когда ты ослеплен? Он ослеплен с самомнением. Ни православие не признает никак. Он ничего не признает, только то, что ему открыто. И он нигде не может приспособиться. С удовольствием буду продолжать смотреть ваши ролики о Потеряевке. И меня сразу отошел, когда я его обличил. Он сразу меня заблокировал и все, больше связи нет, ушел. Для общего кругозора. Хотя в древнеримской культуре борода первоначально символизировал мужественность и здоровье, римляне около 200-го года до нашей эры последовали примеру греков и стали бриться во время военных действий. Плиний Старший связывает массовое распространение обычая с именем Сепиона Африканского. Римляне познакомились с бритвой гораздо раньше. Тит Ливий говорит о влиянии легендарного Луция. Тарквиния Прикска. Постепенно выбритый римский гражданин стал символизировать цивилизацию и прогресс, будучи антиподом бородатого раба-варвара. Ну какое отношение имеет к Писанию? То есть вот языческое все. И он бритый, он считает, а то он все истину узнает. Ну и пристал-то киритикам, все бритые, ничего нет. Хочешь, чтобы больше тебе погрязнуть? Осипова слушай. Поста никакого тебе не надо, ничего. Главное сердце. И там монашести тут спорили, спорили. А я тогда выставил свои материалы под такими названиями. Инатий Лапкин, с нашего форума. Церковь всегда одобряла монашество и попрошайничество. Вот, найдете здесь и найдете дальше. Монашество привито как болезнь в 4 веке, вопреки Библии. Тоже, видите, какие заголовки. Монашество. Еще дальше. Что побудило заняться темой о монашестве? Меня спрашивают, она наша форма, я со своей формы беру. Монашество погубило христианство и породило мусульманство. Житие и труды Мефодия и Константина в монашестве Кирилла. Источники познания о монашестве есть. Монашество есть новоизмышленная религия вопреки Евангелии. Монашество – выдумка человеческая. Монашество нежизненно. В нем все надуманное. Надуманное. Да. Монашество зарыло миллионы талантов. Знали ли апостолы про монашество? Основатели монашества вдаль не смотрели. Монашество разрушило институт семьи навсегда. Обман – главное условие при вербовке в монашество. Когда же возникло на Руси монашество? Монашество основано на лжи. Жило ею и оправдывает ее. Притом это все взятое из жития святых и все. Всем этим дудинам даже, говорит, ноздрюлькой одной дышать не дает. Монашество не вписывается ни в одну притчу Христа. Все притчи Христа разбирай, никак нельзя. Ну, нигде нет такой притчи, что спасение – это такое, чтобы человек поверил, дальше отрекся от жены, от детей, ушел за стену и сел и сидел там до конца жизни. В Святой Библии нет ни слова про монашество, а напротив того. Миш, какие места? Антиевангельское монашество человек ли измыслил? Монашество не реформировать, а только. А только, только и многоточие, что только. Монашество – выдумка человеческая. И дальше с нашего сайта. Монашество. Где брать? Пожалуйста. Усатая Наталья. Спаси Христос, Отец Игнатий, благодарю за ваши труды. Все мои вопросы с помощью ваших ресурсов просто улетучились. Представьте, такой громадный материал. Я еще скажу, нигде в мировой литературе вот это не собрано столько труда о монашестве. Нет вопроса. Все их уставы разных монастырей от самого начала, все здесь есть. По житиям святых, канонам. И тут они между собой о монашестве рассуждают. Я выставил, а гляжу, они дальше шпарят по изучению Библии. Я снова выставляю, опять перепрыгнули и дальше говорят. Люди-то хорошие, но поведение одинаковое. Так зачем я тебе даю труды-то? А сегодня третий раз опять поставил-то. Вчера выговаривал. Они не считают ничего. Главное, сцепились друг с другом и все. Евтушенко Сергей. Простите, Евгений. Мне показалось очень сомнительно. Это Евгений с ним беседует, Трапко. Эндорфины привлекают бесов, чтобы была удача, родовые грехи. Евгений Трапко. Насколько я понял, эта монахиня ушла из закрытого монастыря. Живет в деревне. Ведет монашескую жизнь в миру. Ее благословили на монашество в миру за стенами монастыря. Неплохо, неплохо все. Но дело в том, что это вопреки уставов монашеских-то. Их таких поверенно вылавливать и тащить в наручниках, депортировать. Они не знают устава. Анастасия. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Но монашество нужно, монастыри нужно. Это мое, в кавычки она берет, это мое выражение. В кавычки открыты, да. Но не в таком виде. Они должны быть школами, местом отдыха и упокоения. Обед один. В крещении. Быть верным Духу Святому. В кавычки закрыты. Согласна. Видите как. Теперь Ксения. Ксения Юрова. Дорогой Игнатий Тихонович, «Спаси вас, Христос, за бесценные труды и материалы. Для меня монашество, можно сказать, родная тема. Родная, потому что в роду были монахи, схимники. Причем в семье об этом было не принято говорить. Либо мало знали, либо утаивали в те лихие советские годы. Сестра моей прабабушки вышла замуж за семинариста, который в последующем стал священником. Был настоятелем единоверческого храма в Казани. Интересовался единоверчеством и старым обрядом. Имел много трудов на эту тему. Знаешь о чем? То есть не на благовестие все равно дальше идет. Эта тема эта копает, когда... Участвовал в сборе подписей под ходатайством о даровании всероссийскому единоверию особого архиерея, члена Святейшего Синода, и о назначении на эту должность епископа Антония Храповицкого. Монашество принял в 39 лет вместе с женой, так как был выдвинут один из кандидатов на епископство Советом Союза Уфимских Приходов. Впоследствии стал архиепископом Уфимским и Давликановским Иоанном в миру Паярков Виктор Алексеевич. 1883 по 1933. Роман Фроликов. Монастыри не должны быть местом успокоения и отдыха. Это против Евангелия. Он не понял еще о чем говорит. Я успокою вас. Иисус Христос, слава Ему. Какое отношение я успокою вас? Так успокоен, так где-то в каком-то месте. То есть вот сейчас-то берут места Писания, совершенно не знают, какое отношение к этому имеют. Я-то речь веду о том, что когда человек уже пришел в старость, миссионер всю жизнь где-то по чужим странам или где был, а теперь монастыри ездят за ними да ухаживают где-то место-то. Они, видишь, как переворачивают. Монастырь должен быть училищем благовестников и миссионеров, которые пойдут к людям и не должен быть пансионатом для пенсионеров. Вот так. А куда их девать-то, которые там жизнь положили? Ну, глупости отгородят. А потом я опять чувствую, что я в вас сошел. Роман, у него очень тяжелое духовное. Кто не работает, тот и не ешь, апостол. Евгений Трапко, хочу вам напомнить, что православие без монашества немыслимо в наших реалиях. Ну, так, так. Не мыслимо. А почему? Где, как это узнал, что немыслимо? Где-то в Библии прочитал. Нет этого. Иначе получится баптизм, у них там нет монашества. Значит, вот довольно интересно. Баптизм в раю уже был, Бог Еву дал. Баптизм сюда и везде был. И апостолы вокруг, все баптисты были. Ну, чего городить это? Брачные узы сегодня многих обременяют, и дети тоже. Почему протопол по вакууму не обременяли? С женой пошел в Даурию, уволокли. Люди живут лишь семейными заботами. На духовную деятельность и спасение окружающего мира у них нет времени. Тоже неправда. По какому решают? Ну, вот, извините, Александр Иванович Устинов. Десять ребятишек. Женя, десять. Работает на заводе. И лекарщик, и токарь все в должности взял-то. И огород, и сад. И все время, где бы кто ни собирались, он уже там благовествует. Хотите без монашества? Такое только у баптистов. Ну да, наверное. В православии все епископы монахи. Ну, это как раз у меня и объясняется, как они захватили эту власть. Они переворот сделали. Где это есть? Монаши. Ну, Петр тогда что? Все мы епископы. Петра уже вы не примете. Он говорит, и братья наши, Павел говорит, неужели мы запрещено брать сестру и жену? Нет. Православие. Роман Фроликов, слово, которое я говорю вам, оно будет судить вас в последний день. Почему слово? Оно большое, это тоже судить непонятно. В современном православии монахов нет ничего из его слова. Наконец-то. Повернул сюда уже. Поэтому надо сделать, как у баптистов, но с рукоположенными епископами. А при чем тут баптисты? Никак не понятно. Как у баптистов? Ну, баптисты не возникли, нету. Жены Смита не было. И с кем бы выстраивались? С Мартином Лютером? Он женился. Ну, так и сказать, не женатые. Как у баптистов? При чем тут баптистов-то? Сколько раз помянули, и совершенно в суе. Анастасия. Я думаю, Евгений, тут именно обсуждаются монастыри как таковые, а не сохранение себя безбрачным. Правильно. Девчонка пришла и поставила на место. Ксения Юрова. Часто монашество является или являлось карьером-трамплином для амбициозных священников. То есть он принимает и ждет, когда его в епископу протащат. Евгений Трапко. Мы монастыри никуда не сдвинем. Как они были, так и останутся. Да и мы на этой задачи не ставим. Всегда будут те люди, которые будут уходить в монашество. Ну, так как... Монашество идут те, которые Евангелие не знают. А если знает Евангелие, куда он пойдет? Он на благовестие потянется. Роман Фроликов. Всегда будут плевелы. Куда хочешь применять. К самому можно применить. Анастасия. Но то, что все епископы монахи, это просто исторически сложилось. Абсолютно правильно. Может, пройдет время и снова будут допускаться брачные. Так они были, когда обновленцы были. В Грузии еще есть брачные епископы. Но новых рукополагает только безбрачных. Евгений Трапко. Не понимая борьбы против монашества, это бессмысленно. Так никто не говорит, что надо борьбу вести. Речь идет о том, чтобы служили Богу всем сердцем и не обременены были. Ксения Юрова. По моим наблюдениям, заметила, что для многих воцерковленных людей монахи и монашества и есть православие. Между тем и другим стоит невидимый знак «равно» стоит. От этого и тяга к старцам, паломничеству, мощам и тому подобное. Только не на благовестие. Вот как на выставке машин, говорят, японцы смотрели, машина переламывается, если большое бревно перелазит туда. Он говорит, русские, какой талантливый народ. Всякие машины придумали, что-то дороги не делать. Роман Фроликов. Наша борьба с духами злобы. Эти духи захватили православных людей и заставляют их сидеть на одном месте и не выполнять заповедь любви к людям, не идти к людям с благой вестью, с обличением грехов людей и называют это зло монашеством. Ксения Юрова. По моим наблюдениям, заметила, что для многих поцерковленных людей монахи и монаши... Вот там же это какие слова будет отвечать дальше? Анастасия. Но я, честно говоря, поддерживаю идею безбрачного священства. Священник, а тем более епископ, это отец и пастор для своей общины. И уделить должное воспитание детям в семье, на мой взгляд, достаточно трудно, будучи священником, настоящим, который родит о пастве. Очень грустно видеть детей священников, уходящих в мир или полумирских. Можно не нести большое и ответственное служение отца своей семье, наставлять паству, своих кровных детей. Это немаловажно, чем священник. А пресвитер, епископ, в главном порядке имеет духовных чад и является духовным отцом. Ну, кому как дано. Роман Фроликов. Братья, сейчас вы постились, но духи злобы хотят не дать вам расти в любви к людям и к Богу в исполнении заповедей о всеобщем благовестии. Они хотят, чтобы вы сидели и дальше до конца жизни в посте и молитве без благовестия, как преступно поступают монахи. Евгений Трабко. А я не особо верю, что церковь могут повести немонашествующие. Вот еще. Только епископы, остраненные от земных семейных завод, должны вести церковь вперед. Как апостол Павел. Иоанн Златовус тоже был монашествующим. Ну, теперь, ты сказал так, теперь, ну, сколько епископов? Ну, допустим, 300 или 500 уже их там, их как пирожки напекли. И хоть один, кто пошел на благовестие? Я звал Гедеона, у него такой большой живот, он говорит, Игнать, вот зовешь меня, ну, куда я пойду с этой вот робы? Так зачем ты ее наедал-то? Иоанн Златовус тоже был монашествующим. Правильно. Меня что удивляет, Евгений сам из сектантов и заступается за монашек. Евтушенко Сергей, Анастасия. Но я, честно говоря, поддерживаю идею безбрачного священства. Священник... Да, что-то, да, вот оттуда на эти слова отвечает. Полумерские. Это уже читали мы. Да. Евгений Трапко. Дайте брачных епископам повести церковь. Они всегда будут разрываться между церковью и домашним бытом. Как жене угодить исполнять детские капризы? Вы что думаете, церковь так просто бездумно пришла к решению установить каноны, чтобы епископы в церкви были безбрачными? Ну как же... Ну и канон не может быть так, как вопреки Слову Божию. Епископ, муж одной жены, Павел говорит. Ну что тут... Больше разговаривать не о чем совершенно. Это переворот в церкви. Мятеж. Ксения Юрова. Да. По моим наблюдениям заметила, что для многих воцерковленных людей монахи, монашество и есть православие. Вот я... От этого и тогда, тебя как старше паломничество. Это просто следствие того, что людей не учат Писанию. Из-за этого личность Христа перекрывается многими баснями. Теперь это он говорит. Это точно. Это просто следствие от того, что людей не учат Писанию. Ну тогда он пере... Оттуда не надо это... Повторю. Ребро Николая больше привлекает, чем Слово Божие и жизнь во Христе. Вот все. Евгений Трапко. Смотрите, чтобы вам в православии туго не стало жить. Не настраивайте себя против монашества. Роман Фроликов. Тесен путь ведущей в жизнь. Евангелие. Самый тесный путь – жизнь в общине, где ты обличаешь и тебя обличают. А сидеть одному, когда тебя никто не обличает, легче в миллиарды паз. Раз. Раз, да. Наталья Усатая. Протокоп. Протокоп Аввакума имел жену и детей. И что это? Как-то помешало ему проповедовать? Никак. Евгений Трапко. Смотрите, чтобы вам... Вот это говорит. Ты что, даже не дай? Думаю, тут надо иметь рассудительность. Не иметь перекосов. Как говорит иная техночь – не быть филом и не быть фобом. Фил – это любить филом. И фоба – это трусость. И ненависть. Ни к ненависти, ни к любви. Приемляй равнодушно, как Пушкин говорит. Наталья Усатая. Иоанн Кроштадский имел жену. Это как-то помешало ему быть хорошим священником? Даша отвечает. Это Сергей Евгушенко. Евгений. Это точно. Ребро Николая больше... Так, это что? Да-да-да. Больше того. Люди прутся. К телу Христову на причастие, как будто буфет. Зато к иконе стоит толпа с трясущимися губами, мокрыми глазами. Евгений Трапко. Я тут с баптистами разговариваю. Или с православными. Ничего не могу понять. Вы что тут за телебрань против монашества? Иоанн Кроштадский не прикасался к жене. Не имел с ней брачного ложа. Жили только в духовном сожительстве. Ксения Юрова. Вы за монашество в том виде, о котором говорит Игнат Тихонович. Наталья Усатая. Семья – это опыт жизненный, и лучше жениться, чем разжигаться или размонашество. Роман Фроликов. Опыт жизненный и в общине может быть для холостого, как у Никиты, и Володи у Иглы. Анастасия для Натальи Усатой. Дальше. Ничто не может, но быть отцом и священником... Думаю, гораздо сложнее, чем быть кем-то одним и вложить в то служение всего себя во славу Божию. Наталья Усатая. За брак, как у Иоанна Кроштанского, я согласна. Любящая жена Господа, наоборот, согласится на такой брак. Аминь. Кто упывает на Господа, все перетерпит и духовно сильным будет. Евгений Трабко. Ипотеки, кредиты, заботы семейные. Работать от рассвета до заката, чтобы прокормить семью. Оставьте это все. Дайте епископам быть безбрачными. И всецело сосредоточиться на церковных делах. Не можете служить и Богу, и мамоне. Как будто они сосредоточились сейчас. Друг на друге женятся. На семинаристах там. Голубизну развели. Валентина Сартисон. Однако жена Иоанна Кроштадского не особо была согласна на такую жизнь. Она бунтовала. Вот так. Виталий Калиников. Но по факту чернорисцы и епископы в мамону ударились. Наталья Усатая. Создавать общину и платить десятину, иметь пару овечек и курей. Хватают люди такого батюшку. Голодным не оставят. Хватают люди такого батюшка. Да не хватают они его. И курей хватает. Люди такого батюшка голодным не оставят. А то подумают, что только бегают за ним, как за петухом. Она писала бы правильно, а то не поймешь. Она живет не здесь. Евгений Трапко. Все же я за безбрачный епископат. Священники пусть будут в браке. Ну как-то разрешил все-таки, слава Богу. А у католиков-то есть священников. А высшестоящие епископы безбрачные. Чтобы женщина и пыталась руководить мужем в сане епископа. А женщины еще как умеют манипулировать мужчинами. Поэтому епископ должен быть свободен от всего этого. Свободен он. Наталья Усатая. И когда увидит одну красавицу с красивым голосом, сразу соблазняться. Есть такое в життя святых. Да не только это. У него прямо в канонах написано, если у него какая-то дача у епископа. Ну и там обслуживает все это женщины. И когда приезжает хозяин епископ, чтобы женщины на глаза не показывались. Как будто весенний застоявшийся жеребец. Убить молодую кобылу и теперь пропали все. Евгений Трабко. И брачные могут соблазняться. Сколько измен бывает. Царь Давид разве не соблазнялся, будучи имея понесколько жен. Когда увидел некую красавицу, которая купается там вдалеке. Бинокль приблизил. Наталья Усатая. Согрешают как Давид, а не каются как он. Вот так. Валентина Сортисон. У нас батюшка подкаблучник. И во всем чувствуется рука матушки. Я ей высказывала, что в нашем курятнике верховодит не петух, а курица. Как результат, нажила себе врагов. Клевать начала я. Евгений Трабко. Мы в православии или где в баптизме? А то кто-то, увидев нашу переписку, подсчитает нас за баптистов, воюющих против уставов православной церкви. Наталья Усатая. Да когда тут, за границей, в селениях и городах в России, еще можно что-то изменить. Евгений Трабко. Для Валентина Сортисон. А если такой епископ окажется, который руководит целой епархией? Да, мы православные в церкви и монашество тоже в церкви. Мы обязаны себя смирить, а не бунтовать. Да не бунтовать, но мы должны говорить об этом-то. Никакого бунта здесь нет. Наталья Усатая. Эти баптисты от нас взяли, поэтому их и называют эритиками. Они отошли от истинной соборно-апостольской церкви. А в первой церкви не было так, куда приходили апостолы. Евгений Трабко. Ну давайте еще придем в монастырь и будем вести все эти разговоры против монашества. Как на нас отреагируют? Как отреагируют? Ничего. Да разве это определяет, как правильно или неправильно? Как отреагируют? Ну среди курящих начните говорить о табаке, курить нельзя. Как отреагируют? Среди воров, что воровать нельзя. Как отреагируют? Наталья Усатая. Еретики нам во свидетельство. То, что они делают, мы не делаем. Ксения Юрова. Причины всех нерешенных вопросов... Вот, видишь, она уже представляет, чтобы слова «проблема» не было. В монашестве и архиерействе в нерождении свыше. Абсолютно точно. Будь священники и архиереи рождены свыше, ни жены, ни другие причины не были помехой в соблюдении Слова Божия, проповедей, таинствах и так далее. Ксения Юрова, Новая, везде правильно говорит. Благослови Господи. Наталья Усатая. Наталья Усатая. Мы не придем, но придут другие. И тогда не успеет, нечего сказать их и слушать не будут. Ничего сказать, не успеет, нечего сказать. Нечего сказать их. Сказать им или чего я. Роман Фроликов. За такие слова выгонят из монастыря. Меня гнали и вас будут гнать. Меня слушали и вас будут слушать. Евангелие. Наталья Усатая. За то, что они не благовествуют, бич Божий придет на них, как они исповедь ведут. Сам отец Иаким свидетель от того. И священство такое. Евгений Трапко. У католиков даже священники безбрачные в монашестве. Поэтому радуйтесь, что у нас в православии хотя бы священником можно быть в браке. До этого говорил так, а теперь совершенно по-другому. Радуйтесь этому. И то с ограничениями. Священник должен решить, до принятия сана будет он в браке или нет. После принятия... Придумали, целью бат. А ты говоришь, что такое? Да целью баб. После принятия сана священник не имеет права вступать в брак. И обязан вести до конца дней монашескую безбрачную жизнь. Ну и где это все? Ролики показаны. Евгений Трапко. Исследуйте, вот есть материал. Наталья Усатая. Нечего. Я когда сказала, что монашество не евангельское, то сразу в шею дали. И погнали. А ну-ка быстрее отсюда. Что и доказывает их поведение. Виталий Калиников. Можно завтра на разборе Святой Библии задать вопрос по монашеству. Поберегите патроны. Наталья Усатая. Поэтому у них такая блудодейная ересь. Смотреть противно. То есть бритая. Роман Фроликов. Подкаблуччество. Исповедовать как грех. Что это за грех? В чем он состоит? Валентина Сортисон. Со своим уставом не лезь в чужой монастырь. Не на нашем уровне решать вопрос о монашестве. На это есть высшестоящие инстанции. Пишите патриарху и обоснованно. Да ладно. Что они скажут? Что скажет Библия-то? Вопрос-то по Библии разбудят судить. Поэтому все остальное. Святой не святой писал. А то все уйдет. Сгорит. Наталья Усатая. Состоит в том, что мужчина стал женщиной. А женщина мужчиной. Главой семьи. В подчинении у Евы. Роман Фроликов. Ну дальше вот это где? Ксения Юрова. А можно вопрос про прощение грехов? Виталий Калиников. Нет ничего страшнее подкаблучничества. Хуже не было беды. Игла. Я говорил. И выставляют ролики там стоят. Ксения Юрова. Это такая интеллигенция на многими уважаемом портале и лице. Или я что-то не понимаю. На картинке мелкий шрифт. Евтушенко Сергей. Просто организация молебна. Слава Иисусу Христу. А на самом деле вас просто добавят в списки поминаемых, наверное. Роман Фроликов. Надо двумя словами сказать на исповеди, а не статью зачитывать. Виталий Калиников. Ссылка какая-то. Статью, статью. Виталий Калиников. Бритых звали Босой Орыла. Так звали Босой Орыла. Ксения Юрова. Анекдот с бородой. Евгений Трабко. Так эти индульгенции у нас на святой земле в Израиле происходят. Бизнес, торговля церковный превыше всего. Сеня Юрова. И тогда становится понятно отсутствие эпитемии. Можно и на исповедь даже лишний раз не ходить. Наказывал... Назаказывал везде молебнов. Назаказывал везде молебнов о прощении грехов. И живи спокойно. Евгений Трабко. Меня беспокоит вот что. Если люди на это все ведутся, то у людей нет здравой веры. Вера искаженная. В храмах не с кем поговорить о Христе. Описание. Пожалуйста, епископы неженатые. А даже поговорить у него нет времени, а не то, чтобы пойти куда-то. По сути, нет здравых православных людей в храмах сегодня. Вот так. А если кто-то что-то понимает, что не так, будут молчать, думая, как кто мы такие, чтобы то исправлять. А священники боятся своих епископов. Вот и сидим мы все и молчим. Получается дурдом. У людей нездорова вера. Да кто-то этот дурдом довел-то. Как раз эти монахи и довели. Они же диктуют-то все. Ты сейчас говорил за них-то, но и сиди теперь в дурдоме. Гусейнов Рустам. Роман, вы правы. Евгений Трабко. Все это каноническое православие. МП, греки в лице Иерусалимского патриархата. Проваливаются в какую-то бездну. Говорят, нет альтернативы. Вот твоя церковь. Маму и папу не выбирают. Но если мама и папа больны психически и душевно настолько, что и в доме с ними быть не можешь. А тебе говорят, нет, сынок, альтернативы нет. А мы судим протестантов. Вот что они отошли от католической церкви. Отошли не просто. Так уже до краев чаша мерзости переполнилась. Устоим ли мы сами в лоне такой церкви, подобной католической? У меня уже честно бродят мысли об альтернативе. Вот так. Это каноническое законное православие тяжко больно. Так я сейчас защищал и говорил, вы бописцы, не бописцы. Вы придете к тому, что говорю я, а не вы. Почему? Потому что на основании слова Божия канона показываю. А давайте будем его лечить. Давайте. Как? Пациент еще должен позволить, чтобы врач его лечил, не вырываясь из рук. Ну это мыши собрали, заседание у них, говорит. Самое главное, надо узнать, когда кошка идет, говорит. А лучше всего колокольчик повесить на шею. Один вопрос остался. Кто это сделает? Этот вопрос стоит уже 7 тысяч с половиной лет. И пока не находится. Если пациент не осознает, что он болен, как его лечить? Да. Гусейнов Рустам, Роман. Чем планируете лечить? Проповедью? Она никому не нужна, к сожалению. Люди затыкают уши. Их устраивает стандартное колесное христианство. Анастасия. Колесное. Знаешь, на крещение привезли его в колясочке. На пособном Кадиллаке таком большом приехал венчаться. И дороги привезут в похоронную процессию машины. Анастасия. Всевышний дал свободу выбора человеку, каждому. И никакие правила, строгость, умные руководители не могут изменить человека. Как говорит Златоуст, ни я, ни Бог тебе не поможет. И как сказано богачу, у них есть закон и пророки. И даже если кто из мертвых восстанет, не поверит. Но ни я, ни Бог не поможет, если ты себе не поможешь. Оторвано здесь. Наша задача не унывать. Делать свое дело, родить от спасения. Роман Фроликов. Свое дело у христиан одно. Благовестие себе, самому и другим. Монахи-то не выходят, а то что тут толковать. Они главные враги, а то они забились и других не выпускают. Она теперь монахиня. Анастасия. Я как смотрела фильм про Лютера. У меня подобные эмоции были. Такая мерзость. Так испоганит веру христианскую, святейшую. И даже не знаю, какими должны были быть правильные действия Лютера. Неужели он не мог найти настоящих набожных священников в церкви? Что нужно было так радикально все менять? Анастасия. Наверное, Игнать Тихонович где-то освещает тему Лютера. Но пока руки не доходят до его книг. Нужна еще одна голова, а лучше две. Как у Змея Городича. Евгений Трабко. У меня, честно, нет веры на все это. Что что-то изменится в МП. Игнать Тихонович нашел для себя альтернативу в 90-х годах в зарубежной церкви. И благодаря зарубежной церкви они сумели создать общину. В МП у них не получилось. Ходили, ходили по храмам безвыходно. И вот нашли свою альтернативу. Выход в зарубежной церкви. А что будем делать мы? Пытаться сделать то в МП, что Игнать Тихонович не смог. Если смог бы, не было нужды тогда проситься войти в лоно в зарубежной церкви. Да, правильно, абсолютно правильно, Евгений. Роман Фроликов. Бог, хвала ему, может все. Он может создать такие условия, что появится община и много общих. И они сразу отлучат, а нам им предадут. Вот в чем дело. Они разрушают, только выходить. Поэтому нам Бог создал эти условия, и мы их выполнили. Как говорили святые. Когда у тебя нет любви к людям, тогда ты проси Бога дать тебе любовь к людям. И сам при этом делай такие дела. Какие бы делал, если бы у тебя была любовь к людям. Тогда Он, видя твое усердие в делах любви, даст тебе помощь в виде самой любви в твоем сердце. Так и создания общин их нет. Мы молимся, чтобы они появились, и делаем все, чтобы они появились. Вот этого не могу сказать, что делаете все. Я пока не видел, чтобы хоть что-то делали. Главное, приглашайте людей дома, начинайте заниматься по третьему тому открытым оком. Там написано, пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот только так. В лоне Московского патриархата можно это делать. Кого не могут собрать, когда между собой уже не могут найти единомыслия. Анастасия, нечего руки опускать. Господь говорит, мало-помалу будут отгонять от тебя народа чужие, чтобы не растерзали тебя дикие звери. А когда ты расплодишься и размножишься, тогда будешь занимать ту землю. Роман Фроликов, самое главное дело на пути создания общины это благовестие и проповедь по примеру Игната Тихоновича, апостолов и других благовестников, которые расплодит народ через рождение свыше. Гусейнов Рустам, роман. Самое главное исполнить слово в точности. Больно, тяжело, на душе кошки скребут, много врагов вокруг, терпение и молитва, слава Иисусу Христу. Роман Фроликов, в точности исполнить слово Божие получится только в том случае, если будешь постоянно помогать благовестникам и сам благовествовать будешь. Только когда занимаешь благовестие и помогаешь благовестникам, можешь исполнить заповедь о любви к людям и к Богу. Слава ему. Слава Богу. Именно так и есть. Наталья Усатая. Она выставляет два ролика. Евгений Трабко. Прочитал устав общины, оглашенные правила поведения. И на тихность скидывал его сюда недавно. Что сказать? Создать такую общину в МП, как говорит Михаил Кальмаев, невозможно. Наталья Усатая ссылку дает. Роман Фроликов. Как говорит Игнатий Лапкин, может быть, какое-то освященник рядом с вами ждет, что ему предложат помогать в создании общины. Наше дело молиться и поститься о деле, а также благовествовать и помогать благовестникам. И он, видя наше усердие, поможет нам, даст нам все необходимое. Наталья Усатая. Ролик выставляет. Евгений, а может вы станете священником, а мы за вами подтянемся, такое возможно? Наталья Усатая. Да, я его тоже читал. Да только руководитель общины, испытанный Богом человек, раб Иисуса Христа и Господь благословил его из земли, на которой живет. Евгений Трапко. Нужно собирать людей мало-помалу на улицах вне храма, не знающих этих глубин сатанинских. В церкви подготовить четкую себе программу изучения Слова Божия и постепенное введение в церковное предание и знакомство со святыми отцами. Людей, не знающих всех этих духовных капканов, духовных мин, которые творятся в церковной ограде, могут просто потеряться и сбиться без компаса Библии. Заниматься изучением Писания, потолкованием святых отцов, то есть оглашать и мало-помалу знакомить с литургией, таинствами и искать, как создать общину со своим постоянным священником. Шататься по храму уговаривать людей нет практически смысла. Если священник узнает, что тут собирает людей, возревнует и прогонит, перекрутит все в голове своей не так, как надо, приближенные люди к священнику находятся под его влиянием. А так редкие захожане могут просто не откликнуться, не поняв, что от них хотят. Создать какую-то общину, изучать Слово Божие. Как мне сказал один опытный православный, ты предложишь изучать Слово Божие, за тобой не пойдут. Так с колотком посмотрят на тебя, не поняв, что ты хочешь от них. Гусейнов Рустам. Роман. Третий том открытым оком. Программа есть уже. В духовном четвертом томе на 24 категории разбитые люди все, с кем как беседовать. Материалы еще не тронутые. А второй том вообще как с сектантовым беседовать? Евгений отвечает Наталье. Наталья, вы хотите, чтобы я стал священником в Иерусалимском патриархате у греков? В русскую православную церковь священникам практически нет шансов попасть. А если бы и был маленький шанс, то хотелось бы попасть только в зарубежную русскую православную церковь. Абсолютно правильно. Евгений Трапко. Так как я гражданин Израиля, то греки мне скажут. Валкам. Милости просим. Добро пожаловать к нам, друг любезный. Мы здесь законная церковь, имеющая юридические права. И это наша каноническая территория. А задача РПЦ заниматься только русскими паломниками из России. Ох! У РПЦ в Израиле нет юридических прав создавать приходские общины со своими священниками среди местного русского населения. Таких, как я, которые имеют израильское гражданство. Поэтому мой архимандрит, который меня крестил, сказал, готовься идти к грекам. У РПЦ нет возможности создавать здесь, в Израиле, свои приходские общины. Нет юридических прав на это. Если нет юридических прав, это значит, никакая создавшаяся приходская община не получит законную регистрацию на существование от государства Израиля. Все это будет существовать подпольно. РПЦ МП и РПЦ З на это не пойдут. Поэтому всем местным русским православным, таким как я, РПЦ говорит идти к грекам. И с ними решать создание приходских общин. Анастасия, но у греков ведь священников не станешь? Думаю, может быть какая-то должность церкви, которая имеет право проводить занятия, наставлять и возрождать народ, не имея рукоположения. А на это ничего не надо, береги, никаких не надо ни рукоположения, ничего. Это Старгородский об этом говорит. Бог воздвигает людей, не облеченных никаким саном, чтобы повести людей ко Христу. Наталья Усата, тогда вам надо в Россию. У греков можно стать, ну насчет этого узнать, можно на острове Патмос. Там у них есть школа, и они обучаются. Обучаются? Обучаются, да. Я не верю, что греки настолько плохие. Есть и со страхом Божиим. Только надо поискать и молиться. В Израиле шансов никаких. Там не знают, что будет через 10-15 лет. Там не знают. Но у греков ведь священников не станешь. У греков есть возможность стать священником. Все русскоязычные священники проходят обучение в Иерусалиме во свято-гробском братстве под назором патриарха Иерусалимского Феофила. Свято-гробский гроб святой. Наталья Усатая, это горячая точка столкновения между пяти церквами. Или в Сирийскую церковь там тоже нужны священники, говорящие на русском языке. Евгений Трабко, Анастасия. Вот дальше бы это греческое оттуда начинать. И греческий со временем волей-неволей выучишь. Септиогинту на греческом начнешь читать. Анастасия, я думала, что только греки этнически могут стать священниками в Иерусалимском патриархате. Неправильно поняла? Наталья Усатая, вы слушаете аудио. Греческий из всех языков. Мне больше нравится, и он легкий. Я на третьем месяце начал говорить по-гречески. Сейчас позабыла. Но когда начинаю с чистым греком говорить, то сразу на память приходят фразы. Нужно начинать говорить. Живая практика и слушать аудиописание. Евгений Трапко, Анастасия. Я подъясняю тебе. А священниками могут быть и евреи, и русские, и арабы, и другие. Анастасия. А епископы могут быть только греки. Ясно. Евгений Трапко. Греки, они хранят византийскую, греческую, православную традицию. Поэтому они сохраняют греческий епископат. Они строго следят, чтобы все епископы были греками. Это греки. Абсолютно так. У них только это и есть. Свои люди, дальше деньги, торговля. Торгаши. Кости торгуют. Наталья Усатая. Греки любят, когда ты добросовестно все делаешь. Без лукаста. У них, как и у арабов, гостеприимство ценится. 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 А больше всего меня радует, как они справляют день крещения. И имя святого, которым нарекли. А не как у нас день рождения по плоти. Я слушаю радио православное, как они учат людей, которые живут на островах, на территории Греции. Только молодежь настолько развращенная, хуже некуда. У них столько много абортов делают и обманывают, чтобы сделали аборт. И кисарево сечение кошмар один. И церковь не может этому противостоять. Вот этот мой любимый храм в Афинах. Можете найти в Ютубе. Историю о нем. Смотрящий за порядком в храме жил два года в Мюнхене, Германия. Со своей семьей. Не смог жить тут. И вернулся обратно в Афины. Только раньше был бритый, а сейчас с бородой, но в галстуке. Валентина Сартисон. Наша церковь больна. А если больна, то значит еще жива. Мертвые не болеют. А поэтому не надо отчаиваться и терять надежду. Нам больше и некуда голову преклонить. Будем держаться там, где мы есть сейчас. И уповать на Господа. Слава Ему, честь и поклонение. Всем радоваться о Господе. Анастасия. Аминь. И еще говорю вам, радуйтесь. Валентина Сартисон. Каким образом сюда врывается всякая нечисть? Какой-то забрел туда и давай им предлагать что-то. Роман Фроликов. По ссылкам в других соцсетях заходят. Наталья Усатая. Блокировать и все. Вот показывает. И вот она ролики выставила. Рахиль Загуделина. Дальше. Очередные борцы против власти жалуются на государство в государству. Обыкновенная работа на революцию. Неудивительно, что их задерживают и садят в СИЗО. У нас в Новосибирске был сайт городской НГС. Называется... НГС называется. Его купили американцы. Теперь оттуда постоянно подобное блевоте нальется. То против церкви, то против власти. А то, что их задерживают, так это ФСБ работает, а не РПЦ. У них работа такая. Другой вопрос. Что церковь слилась с мирской властью. Но эта ниточка тянется. Еще с Константина Великого. Евгений Трабко. Я тут с баптистами разговариваю или с православными? Ничего не могу понять. Вы что тут затеяли брать против монашества? Я баптист вчерашний. Полгода оставил баптизм. Что меня привлекло в православие? Наверное, прежде всего, монашество и их подвижничество и духовное наследие, которое мы имеем благодаря монахам. Конечно, не поклонение мощам или иконам. Может, и это приму, но очень сомневаюсь. Виталий Калинников. Очень мне нравится Игнат Тихонович и его дело. Зазомбировал. Как он сам и смеется. Главное, что мне нравится, то, что он прямиком выводит к тексту Библии. Всем своим рекомендую по этой же причине прислушаться к нему. Польза от его речей значительная, превосходящая всякие ожидания и чаяния. У меня место на Жовском было занято проповедями разных епископов. Все папки с ними удалил. Место отдано видеороликам с канала Игната Тихоновича. Покупаю каждый месяц флешки объемом по 32 или 64 ГБ для хранения. На Жовском места больше нет. Вот такое отношение к Игнату Тихоновичу. Еще не все скачал. Некуда пока что. Между прочим, отказался от хранения оригинальных снимков в копии рукописей. По этой же причине. Они много места занимают. А оно требуется для хранения видеозаписей собраний, занятий, бесед по скайпу и прочих видеороликов с канала во свете Библии открытым окном. Приходится тратить много времени для уменьшения веса файлов. Каждый снимок открываю в простейшем редакторе. Жму сохранить. Это позволяет сократить общий вес копии рукописи в 3-4 раза. Что в свою очередь дает немало места для роликов канала Игната Тихоновича. Для примера, копия рукописи 113 по 137 скачанная с сайта СТС весит 3,12 ГБ. А после моего уменьшения веса получилось 778 МБ. Мегабайт. Мое отношение к церковно-славянскому языку не стало маркером для того, чтобы выжлядки взяли меня в своих гонщик. Своих? Гонщик, гонщик. Свору. Свору в своих гонщик. Свору, свору. Это куча их кодла. Так что не волнуйтесь. Единственное, что меня еще волнует, хотелось бы, чтобы человек понимал, что понимание зависит не от языка. Вот здесь появился иерей Сергей Дудин. Калашников Марк Петрович. Доброй ночи, Игнат Тихонович. Посмотрели мы с Машей последний ролик. Номер один брак. Там с 4 минуты с 40 секундой и до 8 минуты 58 секунды. Оператор по неопытности просто забыл выключить камеру. И ходил по залу, не зная того, сам. Снимая это все, можно удалить этот кусок из общего видео. И остальное, что будете выкладывать. Игнатий Лапкин. Дело тут еще вот в чем состоит. Сам я не умею ни скреплять ролики, ни разделять, что-то вырезать. Этим занимаются другие люди. И даже не в этом месте. Администрация и модераторы наших ресурсов. А перед этим мама Елена просмотрела все и уже показала, какие выкинуть отрывки. Мама, барабаш Елена. И мне так это в готовом виде и поступило. Так что тут злого умысла ничего не было. Ничьего? Ничего не было. И изменить уже не смогу. При даже полном желании. Галина Влейска. Да возьмется от среды огорчительность, будучи прогоняемой взаимной уступчивостью, и мирное согласие никогда нарушаемо не будет. Аминь. Предлагаю выучить тем, кому необходимо и молиться от рабства ропоту и самомнению до тех пор, пока не заточишь и врата покаяния православного не откроются душе. Составлено старшей сестрой милосердия Галина Влейска, община сестер милосердия при храме Христовом во имя равноапостольных Кирилла Мефодия, учителей славянских 12.02.2018 года в духовной помощи братьям и сестрам, духовным чадам Игнать Тихонача Лапкина. А остальное без комментариев. И такое бывает от Бога для необрезанных сердцем. Продолжаем Великий пост. Аллилуйя. Отвечу о своем приезде летом в трудовые потеряевские гости следующее. Личное желание осталось без колебаний. Это в леске Галина говорит. То есть приехать. А вот тему с детьми поднимаю на своем приходе и среди знакомых. Работаем. Чтобы не одна приехала с ребятишками. Владимир Галиндухин. Мир вам, Игнать Тихонович. Божие благостояния вам в ваших трудах. У меня есть к вам просьба. Не могли бы вы в электронном виде скинуть мне копию документа для предъявления властям, с которым братья ходят на благовестие. Я хотел бы, чтобы мне написал такой документ наш приходской священник, отец Николай, для благовестия, поскольку я уже подвергался гонениям в этом вопросе. Спаси Христос. Интересно, тысячи священников подряд набрали бы где-то. Из них Николаев было бы, но думаю, не меньше 250. 250. Владимиров. Это столько же, еще 250. Александров. Еще 250. Ну, это четвертинка осталась бы на все остальные. Наталья Усатая. Вот показывает ролики, два ролика. Самый лучший ролик для всех очень хорошо объясняет жертву Христа, отец Игнатий. Для всех подходит и для православных. Советую все доводы переписать на листок и выучить, пригодится в жизни. Ну, это они так видят. Я сейчас хочу показать, где вот здесь роль. Вот я говорю проповедь, она стоит, вот проповедь. И вот в доме у Мулы там мы были. Вот теперь нужно чуть-чуть коснуться наших ресурсов. Это вот мой мир. Сюда все перетаскиваю. Что в этом мире у нас? Сколько видео? Восемь тысяч восемьсот двадцать пять. И фото двадцать одна тысяча. Ну вот, теперь у нас что? Наш православный форум. Большой, но посещаемость небольшая. Там двести с чем-то человек. Но каждый день без руганий. И вот наш православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Вот я тут выставил третий уже брак. Вот сколько за пять часов ночью я вставал. Вот еще будет четвертый. Ну а тут дальше все уже понятно. Вчера у нас собрание было, сумел выставить. Уже посмотрели тысячу пятьдесят семь человек. Вот как. Мы причащались. Вот. На первом месте кто стоит здесь у нас? А так кто стоит? Да я стою. А татуи стоишь. Сколько уже посмотрела? Триста тринадцать. Ну вот. А благодарственный молебен поменьше. Ну и дальше у нас есть очень богатый ресурс во свете Библии. Ну на этом сегодня все. Сколько? Пятьдесят шесть минут. Благодарю. Ну вот считал сегодня. Сегодня у нас пятое, понедельник. Неделя пошла уже. Какая у нас тут? Третья, наверное, неделя пошла. Поста. Надежда Васильевна там что-то пытается шить. С глазами полегше. Паля у нас выздоровела. Сейчас только где-то она была. Искали ее. Она наверх залезла. Не видно. Все, наверное.